Добрый вечер, дамы и господа! С праздником Хануки! Прослойка от пятой ханукальной свечки. Талмуд в Масаха Цука говорит о клане Куэнов по фамилии Билга, которые были лишены почета делить хлебные дары на северной стороне храма, чье кольцо, используемое для животных жертвоприношений, было загнуто так, что его невозможно было использовать, и они вынуждены были пользоваться кольцом других кланов, чей шкаф для хранения одежды и ножей для жертвоприношений был перманентно закрыт, поэтому они вынуждены были просить необходимые предметы для службы храма у других семей. Задает вопрос Талмуд, почему такой непочетный статус был сделан для этой семьи Куэнов. Талмуд говорит, что первая причина, потому что в этой семье была очень достойная представительница по имени Мирьям, которая отказалась от всего еврейского, вышла замуж за греческого военного, да еще помимо всего зашла в храм и, подобно Никите Сергеевичу Хрущеву, стучала туфлем по жертвеннику и говоря ему, «Волк, волк, ты пожираешь еврейские жертвоприношения, но не стоишь за них в момент их страданий». Второе мнение, которое говорится в Талмуде, это то, что сама семья, весь этот овлот, он относился спустя рукава к храмовой службе, часто опаздывал на службу в храме и работал спустя рукава. Если мы посмотрим в экстраталмудические книги, такие как книгу Маковеев номер 2, там мы увидим еще более острую картину про этот клан. Дело в том, что два последних Куэнгадола, которые не особо отличались приверженностью еврейским традициям, последний из них, Минилаус, происходил как раз из клана Билга. Он уговорил Антиоха и Епифана установить греческие законы и греческую службу Зевсу в Бет-Амикдаше, способствовал разграблению Бет-Амикдаша и истреблению всякого присутствия еврейского образа жизни из Иерусалима и Иудеи. Его братишка Лисимахус был заместителем Куэнгадола, тоже представитель семьи Билга, был заместителем Куэнгадола, согласно второй книге Маковеев, и тоже активно участвовал в разграблении храма и уничтожении всего еврейского в Иерусалиме. Так что если толмудический вопрос, почему из-за одной девушки лишили почета весь клан, «Как такое может быть?», то вопрос после прочтения книги Маковеев, «Как эту семью вообще допустили назад работать в храме?». Вот таким вот образом экстраталмудические исторические источники иногда могут очень даже украсить, усилить и расширить наше понимание еврейских текстов. Счастья всем и здоровья! Счастливой Хануки!